Владимир Осечкин сейчас прямо присоединяется к нашему эфиру, основатель проекта «ГУЛАГУ». Нет, Владимир, добрый вечер. Здравствуйте. Да, конечно, хотелось бы каких-то подробностей по поводу этих свидетельств, о том, насколько чудовищным образом запугивают зэков, которых забрал Пригожину войну. Еще раз, да. Мы находимся в невероятно сложной, этически сложной ситуации, когда, с одной стороны, умалчивание той общественно важной информации, которая теперь у нас есть, это, по сути дела, умалчивание о пыточном конвейере, который функционирует внутри незаконного вооруженного формирования ЧВК «Вагнер», а с другой стороны, огласка и разоблачение каких-то новых деталей, которые мы знаем все до мельчайших подробностей, могут вывести службу безопасности Евгения Пригожина и их надсмотрщиков и инструкторов на наши источники, и, соответственно, они могут быть сами подвергнуты, их могут подвергнуть страшным пыткам и даже убийствам. Поэтому нам невероятно тяжело работать с этим материалом. Я постараюсь рассказать то, что я знаю. Где-то, наверное, я не буду очень сильно конкретен, но еще раз прошу заранее меня извинить, потому что нам, в первую очередь, важно сохранить, сберечь наши источники, их не рассекретить. И поэтому геолокации, где находятся эти источники на оккупированных территориях, я раскрывать не буду. Но это действительно выглядит следующим образом. И, кстати говоря, да, вы упомянули несколько регионов, и в то самое время, когда вот одних уже отправили на войну, других готовят к участию в военной агрессии, и третьи уже находятся в этом, так называемом, подготовительном центре, параллельно, прямо сегодня, сейчас, вот несколько часов назад, вербовщики еще занимались рекрутированием и наемничеством осужденных в исправительных колониях ГУФСИН по Кемеровской области и по Новосибирской области. Так вот, переходим к тем деталям, которые нам стали известны. Когда человека этапируют на автозаках на аэродром, дальше их грузят на военные самолеты. Это самолеты одного из летных отрядов Министерства обороны, Ил-76. Внутри четыре длинные лавки, на которые их сажают в два ряда, друг другу лицом набивают в самолет огромное количество осужденных, которых доставляют на один из аэродромов, которые находятся уже не в России, а на территории Украины, на оккупированных территориях. Дальше их выгружают и сажают в автобусы, но при этом в любом случае все их перемещение контролируется целой бригадой так называемых надсмотрщиков и инструкторов ЧВК. Дальше их сопровождают на базу, где их на протяжении двух недель, как они говорят, готовят. На самом деле это не подготовка, это самое настоящее запугивание, это психологическое насилие, там полностью вся эта система, она основана на животном страхе, на страхе быть убитым, на страхе быть запытанным. Там нет никакой моральной мотивации в том, что якобы они участвуют в какой-то священной войне против нацистов, как когда-то была в прошлом веке, в 41-45 году. Там речь идет о запугивании, это даже не финансовая история, где людям предлагаются денежные средства. Как только они оказываются на оккупированных территориях, у них нет никаких документов, ни паспортов, ни каких-то документов об освобождении. Они абсолютно бесправны, они находятся на территории, которая подконтрольна надсмотрщиком и инструктором. Если они пытаются из нее выйти, покинуть периметр или каким-то образом сбежать, по ним открывают огонь. Могут открыть огонь по ногам, могут просто расстрелять в спину и убить таким образом человека. Дальше устанавливается огромное количество абсолютно внепроцессуальных, незаконных запретов. Им запрещают звонить родственникам своим, только исключительно под контролем инструкторов и так называемых командиров, которых над ними ставят старшими. Старшими над ними ставят ашников. Поэтому здесь есть две категории. Есть ашники – это вольно-наемные, и кашники – это из числа заключенных, которых завербовали над этой историей. Поэтому над ними в любом случае стоят инструкторы, надсмотрщики и командиры из тех, кого наняли в незаконное вооруженное формирование со свободы. И дальше уже, соответственно, все их контакты с внешним миром им дают позвонить раз в месяц формально, и то не всем. Если каким-то образом они пытаются у местного населения или еще у кого-то купить мобильные телефоны и иметь связь в обход инструкторов и надсмотрщиков, ну вот один из заключенных, который с нами связывался, он нам рассказал, что им привозили баночку, в которой лежали два пальца человека, им сказали, что это пальцы, которые отрезали от одного из заключенных. Дальше один попался в пьяном состоянии, где-то каким-то образом нашел алкоголь, выпил, ему тоже предложили, либо отвезут его в один из пыточных центров, которые там же располагаются неподалеку, либо он сам добровольно соглашается, чтобы ему отрезали один из пальцев в знак наказания, чтобы поддерживать вот эту атмосферу страха и тоталитарного послушания со стороны заключенных по отношению к тем, кто над ними стоит старше под этой иерархией. Человек испугался пыток и истязаний, и ему тоже один из командиров при всех отрезал палец. Дальше еще рассказали историю человека, который нарушил технику безопасности, произвел несколько выстрелов, чуть не ранил одного из тех, с кем вместе их готовят в качестве звеньев вот этих штурмовых бригад. То же самое ему... Ну то есть там это не просто... Мы никогда с этим раньше не сталкивались. То есть про пытки мы знали с точки зрения избиений, истязаний, изнасилований. Здесь доходит до того, что людям просто отрезают какую-то часть тела в качестве физического наказания с тем, чтобы погрузить всех этих заключенных в атмосферу страха. И, в общем, даже те, кто к нам передавали эту информацию, кто-то нам переслал видео, подтверждающие, кто-то фотографии, кто-то аудиозаписи, конечно, они все очень здорово рискуют, поэтому мы максимально стараемся использовать безопасные методы связи. Они сразу обнуляют чаты и созвоны, каким-то образом шифруют наши контакты, наши мобильные телефоны с тем, чтобы не выдать. Но атмосфера ужасающая. И при том, что перед началом боя им выдают автомат с одним рожком, когда мы задавали вопросы, ну вас же там так много, и у вас теперь даже есть автоматическое оружие, они говорят, что люди настолько разобщены, настолько подавлены вот за эти две недели, что даже если там кто-то попытается поднять автомат и каким-то образом протестовать любой вот этот незаконный приказ командира, то сразу вот эти вот звеньевые бригадиры-инструкторы сразу на человека направляют четыре ствола и могут прямо там расстрелять, а могут просто обезоружить и тогда увезти уже в пыточную. И рассказывали еще более страшные, леденящие души подробности, но просто я в эфире не хочу это озвучивать, потому что, ну, в общем, не все можно даже озвучивать в эфире, но это самое настоящее преступление против человечества и человечности, и это чудовищно, и это обязательно будет расследовано. Другой вопрос, что расследование этого будет представлять очень серьезную сложность, потому что этими страшными пытками и изуверствами занимаются профессиональные садисты, и у них есть практически все для того, чтобы все это скрывать. В этих бригадах есть передвижные крематории, и в случае, если они кого-то увечат, и потом человек пытается сбежать, они его убивают, то дальше они просто человека, ну, уже тело засовывают в крематорий, и понятно, что не остается никаких следов, и невозможно будет определить, подвергался этот человек пыткам, сколько у него перед смертью отрезали каких-то частей тела и так далее. Но это чудовищно. Вот в 21 веке то, с чем мы сейчас столкнулись, казалось бы, в прошлом году, когда мы показывали элементы секретного видеоархива, мы думали, что нет ничего ужаснее и страшнее, но, видимо, вот теперь мы понимаем, что есть страшнее, и все это творится сведомо и под контролем спецслужб и вот этого олигарха Евгения Пригожина, которого Путин наделил огромной властью над судьбами людей. Я обращаюсь к нашим зрителям с просьбой поставить нам лайки. Это уж, конечно, не означает, что вам нравится то, что происходит и что рассказывает Владимир, но нам нужно, чтобы ютубка помогал нам распространять это видео как можно большему количеству его показывал пользователи, и обязательно подпишитесь, тогда вы не пропустите наши важные видео. А, Владимир, у меня такой вопрос. Вот у нас была Юлия Латынина в эфире перед вами, и она рассказала про то, что у вас есть информация, что просят подписать какие-то бумаги или опрашивают о возможности тех, кто воюет в Украине, о том, могут ли они из минометов расстреливать людей, то есть в городах, по Москве, да, по Москве. Не совсем в полном объеме верно. Видимо, Юлия поняла то, о чем мы с ней говорили. То есть смысл правильный, но речь идет не о тех, кто находится в Украине уже, а речь идет о бойцах незаконного вооруженного формирования ЧВК Вагнера, которые вернулись буквально в последние недели. Одна бригада, или, как они говорят, один батальон вернулся из Мали, произошла ротация, и новая партия уехала уже теперь на два года, а другие вернулись из ЦАР, где они там помогают местному правительству бороться с оппозицией, с инакомыслящими и контролировать добычу алмазов, золота и редкоземельных металлов. Так вот, тем, кто вернулся, большая часть из профессиональных наемников, которые уже давно работают, сотрудничают с Уткиным и Пригожиным, очень многие из них отказались ехать в Украину по разным соображениям, и они просятся обратно вернуться или в Мали, или в ЦАР, или в какие-то другие так называемые командировки, и их за последние недели начали вызывать в службу безопасности и вот к специалистам, которые у них занимаются психофизиологическим исследованием с применением полиграфа, по сути дела, да, вот с этим детектором, известным широко с таким названием. И им впервые за более чем 7 лет функционирования всего этого аппарата, этой ЧВК, начали задавать вопросы, которые очень многих из них поразили, и о чем некоторые из них даже нам позвонили и сообщили. Кого-то мы знаем лично, кто-то нам на условиях анонимности сбросил, но по сути дела это все согласовывается между собой, взаимоподтверждает. В ходе этих допросов с применением детектора лжи у них начали выяснять, готовы ли они к участию в операциях ЧВК на территории Российской Федерации, начали выяснять их отношение к проведению спецоперации в разных городах, в крупных. В первую очередь речь шла про Москву, про Санкт-Петербург, и территорию Ленинградской области Московского региона, и самые крупные города Новосибирск, Екатеринбург, еще несколько. И задавались вопросы в том числе с тем, чтобы выяснить готовность их по приказу своих командиров, вот этих звеньевых и бригадиров, открывать огонь на поражение из автоматического оружия и отношение человека к применению минометов уже в городской местной, в общем, в обстановке города. Поэтому с учетом того, что никогда раньше ЧВКшников об этом не опрашивали, и их использовали как одно из таких, знаете, филиалов ГРУ во внешнем периметре, за границей в разных странах, в том числе для соучастия в различных диверсиях, создании локальных конфликтов, как они это делали на территории так называемых, теперь уже там ЛНР и ДНР, начиная с 2014 года, их впервые начали расспрашивать о готовности именно в России это делать. И с учетом анализа поступившей информации и целого ряда наших источников, в том числе вот того, которого западная пресса называет «wind of change», мы уже приходим к выводу, что, по сути дела, Евгений Пригожин и те, кто стоят кураторами этого незаконного вооруженного формирования, они готовятся к тому, к чему еще большая часть россиян и даже оппозиция не готовятся. Не готовят. Очевидно, что впереди уже начинается подготовка к транзиту власти, и очевидно, что Евгений Пригожин с вот этой вот командой профессиональных наемников, которые на протяжении 7-8 лет привыкли применять оружие в отношении, в том числе оппозиционеров в африканских странах и так далее, вот сейчас их готовят к применению и происходит внутреннее ранжирование и система фильтрации. Кого-то, кто психологически к этому будет не готов применять оружие против своих же сограждан, понятно, будут отфильтровывать и отправлять куда-то на объекты в Африку и на Ближний Восток, а тех, кто будет готов, из них будут формировать уже ударные группы для того, чтобы сопровождать транзит власти, очевидно, к тем людям, которые непосредственно связаны с Евгением Пригожным, и как один из вариантов, который мы допускаем, вполне возможно, что у Евгения Пригожного, с учетом его непомерных амбиций и тщеславия, возможно, и у него будут какие-то претензии на власть. Спасибо большое, да, Владимир, вряд ли это Юлия Латынина неправильно поняла, это, видимо, я неправильно поняла, спасибо, что все объяснили и спасибо, что пришли в эфир. Если вам нравятся наши эфиры, если вы считаете важной нашу работу, пожалуйста, поставьте нам лайк, не жалейте, это мы не просто так клянчим, просто чем больше лайков, тем больше людей узнают про то, что мы существуем, про то, что мы занимаемся честной журналистикой, и YouTube предложит этот эфир как можно большему количеству людей. Также, если вы впервые на нашем канале смотрите трансляцию, подписывайтесь на Ходорковский лайв, так вы не пропустите самую важную, самую честную, правдивую информацию. И нас, конечно же.